Просили вы меня слезно, критиковали меня и говорили, Антон, почему ты не обращаешь внимания на этот смартфон Honor 8X, хотя я, как и многие, привык его называть именно Honor, ну ладно, будем Honor его называть. Кстати, на этот смартфон будет хорошая цена на 11.11, распродажу великую на Али. Ссылку оставлю в описании и там же будет ссылочка на все самые интересные предложения, которые мы подготовили для вас, чтобы вы там не заблудились, потому что многие говорят, что есть скидки, но их нету, но мы выделяем только то, что на самом деле падает в цене. Так, и про Honor. Ровно год тому назад я сделал обзор на 7X. Да, он был однозначно хорош, но буквально по всем фронтам он проигрывал Xiaomi и особенно по цене. Этот смартфон тоже дорогой, друзья. Я его в Украине купил, здесь NFC, сдая на глобальная версия, 270 долларов. Хотя, с другой стороны, я понимаю, почему многие мне писали, Антон, почему у тебя нет этого гаджета на обзоре. Другие обзорчики делали на него обзор и хвалили его там. По сути говоря, даже у нас на сайте синтетики есть вкладочка популярная и Honor 8X подобрался там очень близко к лидерам, то есть люди смотрят информацию и желают его где-то приобрести. Но я все равно не хотел его брать, понимаете, у меня был Honor 7X и я видел его все недостатки, по сути говоря, год тому назад он проигрывал тому же Meizu M6 Note. По камере, по железу, по многим фронтам, я уже не говорю про Xiaomi. И здесь тоже не все так гладко, я не знаю, говорят ли об этом другие обзорщики, но я не смотрел другие обзоры, друзья, слава богу. Я просто поделюсь с вами той информацией, которой я обладаю, основываясь не только на этой версии смартфона, но и на прошлой, но и также разберем немного конкурентов. Итак, чем берет Huawei? Он вводит инновации в бюджетном сегменте, ведь именно 7X был первым полноэкранным бюджетником и на тот момент по дизайну он был отменный. Только потом появился Redmi 5 Plus и Redmi 5, которые были дешевле. И здесь Honor тоже вводит одну инновацию и утирает нос Xiaomi. Посмотрите, какие тонкие рамки и маленькая монобровь, хотя в Mi 8 Lite она тоже такая же. И вот вам для сравнения рядом Redmi Note 6 Pro, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Да и задник стеклянный, хотя и неоднозначный с этой полосой. Ну и переливы есть, но все равно мы-то спрячем этот смартфон в чехол. По внешнему виду еще отмечу, что здесь металлическая рамка сбоку, а не как пластик сейчас в Xiaomi. Ну и есть 3.5 Jack и печалька, как для смартфона за 200-270 долларов, microUSB. Но, наверное, это все покроет то, что слот тут тройной. Вот это правильно, две microSIM и одна под карту памяти. Однако о бюджетности этого смартфона вам еще скажет коробочка. Когда вы ее открываете, то смартфон лежит в прозрачном пакете. Смартфон куплен у меня в Украине и этот пакетик я купил за 270 долларов. Ну и все остальное в коробочке тоже все дешевенькое. Хотя, это сейчас не самое важное, мы все это понимаем. И что исправили Huawei по сравнению с прошлой моделью, они сюда разместили аккумулятор уже 3750 мАч. Там было, по-моему, 3300. И при этом всем он достаточно тонкий. Нельзя сказать, что компактный. Тонкий он по той причине, что здесь диагональ 6,5 дюймов. То есть, чем больше корпус, тем легче разместить большую батарею там. И сделать его более-менее тонким. Вот вам даже 6 Pro Xiaomi. И вы увидите, что он... Такое тоже бывает. И увидите, что он немного больше, но при этом и диагональ у Honor однозначно больше. Но я могу сказать, что это лопатка. Вот даже Samsung у меня. Смотрите, Samsung с диагональю такой же 6,4. То есть, он, по сути говоря, повторяет Samsung Galaxy Note 9. А Note 9 лопата огромная. Я думаю, что именно такой размер для большинства людей не подойдет. И про экран. IPS, Full HD и меньше тут нельзя расширения ставить. И есть, как я говорил, небольшая монобровь, которая вообще, кстати, не напрягает. Ее можно в настройках убрать, но мне этого делать даже не хотелось. Ведь вся информация никуда не исчезает из-за нее. Про экран. Он настолько красочный, что сильно очень искажает цвета. Да, в настройках есть разные режимы цветопередачи, но такое чувство, что они сделали его под закос Амоледа. И при этом самое ужасное. Из-за диагонали 6,5 дюймов видно пикселей. Я когда начал серфить в браузере, сначала не понял, что происходит. Но потом открыл Facebook и другие приложения и осознал. Диагональ слишком большая. Ну и изменение размера шрифта тоже не помогает. И это как бы печально. И знаете, по поводу цветопередачи, друзья, она однозначно вам понравится. Он яркий, насыщенный, красочный. Вот, кстати, по поводу яркий. На максимальной яркости дисплей не такой яркий, как в Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Он будет тусклее. Но вот по поводу цветопередачи, то есть она вот, знаете, закос под Амолед. И при этом все, я думаю, что большинству из вас это понравится. В принципе, как и мне нравится Амолед. Но если вам нужна идеальная цветопередача, то здесь она реально искажена. Вот я даже смотрю некоторые свои видео. И я вижу, что на ноутбуке я вижу совершенно одну картину, а в этом смартфоне другую. Хотя, с другой стороны, такая яркая цветопередача многим понравится. Ну и кнопки снизу. Они съедают часть дисплея и, по сути, подбородок остается. Можно их скрывать, если нужно, но это геморг. И говорю сейчас, как пользователь Самсунга, жестов здесь очень не хватает. Прошивка. Об этом мы на канале особо не говорим, но она мне здесь понравилась. Сколько оннерами пользуюсь, все здесь продумано и отлично. Но баги тоже есть. И, допустим, в Телеграме у меня видеосообщения не отправляются. Да и я замечал, что где-то шрифты очень большие и не влазят в кнопки. Однако плюшек здесь хватает. Все не перечислишь. Но вот выбор разрешения экрана – это фишка номер один для смартфонов, когда вам нужно экономить заряд. Одним словом, эта прошивка явно растет и становится все удобнее и удобнее. Так, процессор. Kirin 710. Многие расхваливали его и говорили, насколько он классный. 12-нм, экономичный, быстрый. И вот вы сейчас видите здесь сбоку скорость запуска приложения, сравнивая с Xiaomi Redmi Note 5. И, по сути говоря, по скорости запуска приложения с такой же оперативкой, он показывает точно такой же результат, как 636-й Snap. И это хорошо. В повседневных задачах он быстрый, однозначно. По сути говоря, то же самое было и 7Х, когда я сказал, что для ежедневных задач он подходит на ура. Но, друзья, вот игры здесь практически осталось все то же самое. Немного улучшили, но, в общем-то, осталось все то же самое. Это мали, это, блин, я не знаю, что с ними делать. Танки. Когда на максималках запустил, подумал, о, 55 фпс, это хорошо. Но стоило 20 секунд поиграть, как все начало падать до 30 фпс. А когда надо много прорисовок сделать в игре, то вообще 16 фпс и играть очень сложно. Это явно результат даже хуже старенького и добренького 625-го Snapdragon. Если говорить про игры, друзья, только средние настройки, а то и даже иногда ниже нужно поставить. Но при этом все вы скажете, да Антон, там же у них есть Turbo GPU, как ты не можешь об этом не говорить? Но оптимизация там идет только на одну игру, которую сейчас я вам покажу. Но при этом все танки и те же в пролете, я думаю, что многие другие игры, в которые вы можете играть, они тоже будут в пролете однозначно. И да, у вас появятся высокие настройки и частоту кадров можно высокую сделать. И это адаптация чисто для этой игры. GPU Turbo просто берет и отключает текстуры, которые не задействованы в тот момент, когда вы рубитесь. Но если честно, играть сложно даже при высоких настройках с GPU Turbo. Подлагивания иногда бывают и реально можно промазать. Комфортно все же на средних, но это по сути результат 636-го Snapdragon. Но опять-таки это только в этой игре. Во всем остальном Honor ниже среднего. Автономность 3750 мАч и казалось бы все должно быть хорошо. Но здесь все же видеоускоритель от Mali и он жрет кучу заряда. В сравнении с тем же Redmi Note 5 вы это видите. Хотя при проигрывании видео на YouTube все однозначно хорошо. Но, друзья, когда я его тестировал, я реально замечал, как быстро уходит заряд. Вот я его достал с коробки, было 80%, начал проводить все тесты и уже было 30%. Хотя скачал приложение, установил все. Очень быстро как-то все уходило. И здесь однозначно всему виду видеоускоритель Mali, который жрет достаточно конкретно. Но, если вы будете использовать смартфон не для игр, то я думаю, что сутки полутора, а то и даже двое у вас спокойно будет выходить. Быстрая зарядка. Не знаю, говорили ли они и на презентации, но здесь вышло 30% за полчаса. Я ее все же назову простой зарядкой. Так как тот же Redmi Note 6 Pro с зарядником с Quick Charge 3.0 заряжается на 35%, а там 4000 мАч. Звук, друзья. Я понял, почему в Xiaomi Redmi Note 5 в срочном порядке и в обновлении запустили APTX официально. Потому что здесь он тоже присутствует. И, блин, звучание здесь отменишье через Bluetooth, через проводные тоже все хорошо. И кулайзер немного помогает. Но, опять-таки, за эту сумму звучание отменное. Если сравнивать с конкурентами. Знаете, вот в этом плане Honor достаточно хорош. Но, опять-таки, если у вас есть Bluetooth наушники, тоже с поддержкой технологии APTX. А вот внешний динамик, нет, он стал лучше, чем в прошлой модели. Но все равно много высоких. И когда клипчик пытаешься какой-то глянуть на YouTube, то слух явно режет. Тот же Redmi Note 5 и Redmi Note 6 Pro однозначно здесь будут получше. Камеры. И если мы вернемся ровно на год назад, то когда я проводил тест 7X, то показывало, что он, ну, уступает даже Meizu M6 Note. Хотя Meizu M6 Note был там практически лучшим. Там Xiaomi Redmi 5 Plus был, но он тоже ему уступал. Но я вам могу сейчас сказать, Huawei на некоторых своих ошибках однозначно учится. Давайте начнем с хорошего освещения. Так, сразу смотрим на цветопередачи, и Honor немного желтит. Хотя все по-своему хороши. Если делаем кроп на лице Лехи, то тут Honor явно пролетает. Казалось бы, все то же самое, что и в прошлом году. Но уходим ниже, и тут Honor выравнивается. И несмотря на то, что фокус был на лице, задний фон тоже в резкости. Теперь кропаем еще больше и смотрим сюда. Знаете, этот тест мне показывает, что Meizu M6 Note, который сейчас можно купить за 100 баксов, показывает лучший результат. Ну и Honor где-то наравне с Xiaomi. Теперь парковка и плохое освещение. И по сути, результаты у Honor где-то такие же, как и в Redmi Note 6 Pro. И тут заметно, в чем проигрывает Meizu, кстати. В этом углу опять Honor задний фон не мылит вообще, и все четко. И, возможно, это и спасает его. Но и здесь по шумам тоже все у него хорошо. И если честно, я думал, что результат будет хуже, учитывая прошлый опыт. Видно, что они что-то улучшают. Возможно, это даже софтово делается. Они делятся информацией со своих флагманов. И при этом всем он реально может немного подвинуть с педестала камерафона Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Хотя там цена ниже, но об этом мы чуть позже поговорим. Но при этом всем, кого мы обманываем? Meizu M6 Note за 100 долларов просто красавчик. Так, фронталка. И здесь сразу же нужно сказать, 6 Pro просто отменный в этом плане. И кроп это показывает. Хотя, опять обратите внимание, M6 Note тоже не пасет задних. И, по сути, Honor на том же самом уровне, что и Meizu за 100 баксов. Только у последнего с балансом белого не очень все хорошо. Так, боке. Здесь, ясно дело, все электронное. И после кропа можно увидеть, что Honor тоже все хорошо размывает. Даже немного получше, чем Xiaomi. Но все эти тесты это пустое. Друзья, Huawei сделали самое главное. В постобработке на Honor 8X можно сделать меньше или больше размытия. Я думаю, что без этой функции боке не боке в любом смартфоне. Так, а теперь тестируем видеосъемку, стабилизацию. Значит, никаких 4К у нас здесь нет. Есть 60 кадров в секунду Full HD. Но в Redmi 6 Pro его нет. Но это уже, конечно, не для сравнения. В Redmi Note 5 60 кадров в секунду FPS тоже уже появилось с обновлениями. Вы сейчас видите стабилизацию. И давайте, что у нас с экспозицией. Прыжки. И небольшая пробежка. Ну и звук вы слышите. Потому что у нас здесь трасса. И очень хорошие шумы идут сзади. По 7X я помню, что звук записывался очень хорошо. Даже при очень громком звучании, допустим, на концерте. Ну, как-то так по видеосъемочке у нас. Итог. Я ожидал от этого смартфона хуже результатов. Учитывая, опять-таки, мой опыт. То есть, они что-то улучшили. А то есть, смотрите. Здесь достаточно хороший внешний вид. Хотя, блин, вы все это будете в любом случае прятать под чехол. Процессор, ну, для повседневных задач однозначно пойдет. Звук через Bluetooth. А PTX поддерживает отменное здесь все. Камера сносная. И реально хорошая БК, которую ты можешь потом регулировать в постобработке. И что важно для той версии, которая у меня сейчас здесь. Глобальная версия. Здесь есть NFC. В китайской версии NFC нет. Из минусов, однозначно, звук внешнего динамика. Сверстники показывают лучший результат. А по поводу фронталки. Ну, это мелочи. Игры. Здесь полная шляпа. Видеоускрытель Mali. Оптимизация только под одну игру на данный момент. Может быть, что-то еще лучше появится. Хотя Huawei вливает кучу денег в это GPU Turbo. Как бы вливает много денег. Улучшения есть. Оптимизация есть. Но все очень спорно. Из минусов тоже отмечу. Стабилизация видео. Просто сравнивая Xiaomi Redmi Note 6 Pro и Redmi Note 5. Она отвратная. Ну, и автономность. При 3750 мАч можно было однозначно. Лучше. Но видеоускрытель Mali и Huawei здесь, как говорится, в не очень удобном положении. Но все достоинства Honor 8X нивелируются его ценой за глобальную версию. В Китае 240, по-моему, долларов 250. У нас в Украине здесь, по крайней мере, 270 и выше. И это печально. Потому что здесь стоит Mi 8 Lite с отменнейшей камерой. И практически по всем фронтам он будет лучше. Особенно по процессору. Также еще добавляете и пока фон у вас будет. 845 снэп. И камера где-то получше будет, чем здесь. Немного, но получше. Весомое преимущество Honor 8X. Возможно, для кого-то внешний вид. Но я думаю, что многие его возьмут в чехол. Да, тонкие рамки. Но в Mi 8 Lite тоже тонкие рамки. Хотя, наверное, это отдельно нужно видео снимать. А вот NFC однозначный плюс. Но готовы ли вы переплачивать такую сумму за NFC и за лучший звук через Bluetooth? Хотя я думаю, что в том же Xiaomi Redmi Note 6 Pro скоро тоже APTX должен будет появиться. Да, и есть, конечно, китайская версия Honor 8X. Там нет NFC, но цена при этом более-менее адекватная, учитывая его железо и соотносят с конкурентами. За версию 4.64 просят в районе 200 долларов. Redmi Note 6 Pro сейчас тоже где-то в этом районе. Но опять-таки Honor 8X не игровой смартфон. Как они не старались его сделать таковым? И подводя итог, я могу сказать, я понял, почему многие мне говорили об этом смартфоне. Да, он интересный, как был и интересен 7X. Но его цена чуть-чуть завышена. Да, есть некоторые вещи, в чем он лучше будет своих конкурентов. Но я не могу назвать, что те преимущества, которые я перечислил, настолько весомы, что вы возьмете этот смартфон. Опять-таки, конкуренты прилагают дешевле. И Honor будет дешеветь 100%. Я думаю, что этого нужно дождаться. И тогда можно будет брать этот смартфон. Глобальную версию с NFC за 270 долларов. Да идите вы нафиг, блин. Я его взял чисто для обзора, потому что вы многими писали. Но это слишком дорого. И, кстати, заметьте, Honor Huawei очень много подарков дает вместе с моим смартфоном. Это вас тоже должно насторожить. То есть подарки даются не просто так, не потому что очень хороший смартфон, а для того, чтобы вас привлечь. Извините, если было очень субъективное мое мнение. Я думаю, что многие уже пользуются этим смартфоном. И они стали фанатом этого гаджета тоже. И сейчас меня захейтят за это. Но что тут поделать, друзья? Я покупаю смартфоны за свои деньги и высказываю свою точку зрения. Не знаю, может кто-то не согласен. Я жду вас ясное дело в комментариях. Наверное, на этом все. Пока-два. Субтитры сделал DimaTorzok